здравствуйте друзья на темной ночной дороге на большой дороге можно сказать мы со светланой беседуем на жизненные темы вот жизненная тема вчера вонзилась в мое сознание вечерком у нас был урок ну есть такой инструмент для автоматизации тестирования называется веб-драйвер но это не важно начался класс неделю назад вчера был второй урок и мы как бы столкнулись такой ситуации что приходят люди которые когда-то учились и хотели кто-то хочет повторить класс кто-то хочет там может первый раз послушать и есть процедура регистрации то есть как бы студентам которые full time им говорят ты можешь ходить в любой класс но ты должен зарегистрироваться и мы должны тебе сказать ходи в этот или ходи в тот смысле того насколько это целесообразно для достижения наших целей например если он только начал учиться ему вот надо в первую очередь на практику попасть в компанию мы ему говорим ты не ходи на автоматизацию потому что тебе на практику попасть это не поможет есть исключение 2 чек программистом был ну-ка допустим на там перерыв в работе и так далее но он в состоянии быстро подхватить у нас есть практика немного но есть для тех кто по автоматизации делает практику но тогда мы должны просто видеть это и как-то из исходя из целесообразности мы каждому тело там индивидуальный учебный план и вот он там по нему идет но не суть мы первый день когда урок предмет начался мы там за той неделе значит там пытались разгонять тех кто пришел без регистрации вот шел сел знаете вот такая манера сесть и когда говорят выходи значит делать вид что к тебе не относится ну ладно тут значит второй урок вроде те уже там разошлись а тут какие-то новые пришли там еще что-то и вот тоже какая-то борьба такая происходит странно мне мне странно честно но не важно я даже на самом деле не об этом говорю а я говорю о том что девушка одна соображает закончила вот на днях практику в компании и там хвалили то есть очень хвалили сказали что девка золото сейчас на вылет там и стой конторы люди которые раньше там были на практике они легко выскакивали там тысяч на семьдесят на восемь на работу написать то есть на 40 долларов в час но вот такого класса практика что-то невероятно и вот с моей точки зрения должна была бы искать работу но она когда там вот эта борьба начинается за выселение из класса она приходит ко мне в офисе там еще и она говорит что я хочу в этот класс там я говорю а что тебе классную работу же ищи даже это же время этот классом там два месяца с половиной идет но что же она будет и она горит я уже месяц еще работают она и не могу ничего найти и всем нужно нужно автоматизированное тестирование и ник никому не нужно ручное тестировать я эту мульку то есть я не хочу объяснять почему это чушь собачья но могу только сказать что у нас допустим за год там чек 500 устраивается на работу и соответственно там каждый рабочий день там пару человек скажем 40 там с лишним человек в месяц из них хорошо если из 40 человек один каким-то образом там неплохо ориентируется в этом веб-драйвере абсолютно ерунда полная ну и дальше она отправляется там на урок а я иду смотреть как она там вывесилась как она ищет работу и вот я смотрю значит вывесила на резюме создала профайл на дайсе у меня есть рекрутерская лицензия и я могу посмотреть со стороны рекрутера смотрю найти и никак невозможно думать черно начал искать по фамилии по фамилии нашел не сразу нашел потому что за неделю в недельном поиске ее нет значит там двухнедельным поиски не и в трех недельном поиске не но в месячном она выходит то есть она повесил резюме ну так профайл начинается с профайлов призем это часть профайл она повесила этот самый свой профайл создала и по нашим правилам она должна была бы каждый день делать апдейт, то есть маленькое изменение сохранил, соответственно, чтобы отметка на нем была, что сегодня тогда рекруторы, которые ищут за один день, должны были бы его находить я могу сказать из моего опыта, вот она может быть за месяц получил там два звонка то есть ее резюме найти невозможно не только потому, что она не делает апдейт раз в день, а еще потому, как она назвала это резюме вот та позиция, на которую она претендует, она определенным образом кодирует, у нас есть правила она абсолютно просавотировала кодирование дальше там есть правила как ключевые слова расставляли в навыках ну короче, то есть она просто сделала там пол процента от того, что было надо сделать и никаких звонков там ничего, естественно она не получает, и я думаю, смотри как мысль о том, что всем нужно автоматическое тестирование, не могла к ней прийти от рекрутеров, которые звонят и говорят, а нам нужно это нам нужно это, нам нужно это а она просто вот не ищет работу так, и дальше она говорит я не могу найти работу дальше какие-то умники ей говорят тебе нужна автоматизация самое главное же не в этом допустим, она даже три курса взяла по автоматизации это абсолютно не поможет получить работу потому что для работы не курсы ж нужны а опыт, кто ж тебя возьмет на работу за курсы ну, то есть полная чушь и вот, Свет, вот ты мне скажи да, вот я к тебе смотри, человек ну сколько же, полгода жизни потратил ты представляешь, заплатил там тюишн три тысячи значит, полгода там жизни потратил ходил на курсы практику отработал осталось-то ничего причем все, что осталось делать расписано по микрону по микрону у нас на той же неделе вот парнишка один из Израиля приехал он 40 долларов в час вот сейчас получил контракт, хорошая компания и мы его спрашиваем как искал работу он говорит да как, вот я взял лекцию там они записаны, все лекции записаны он говорит, взял лекцию Михаила там шел по ней там послушал минутку сделал, послушал минутку сделал и вот как, говорит он там рассказывает так все и произошло говорит, я даже не знаю а что я должен был делать то есть, такая простая вещь как просто по шагам пройти ну по шагам а что ты мне хотел спросить ну почему у меня не укладывается человек хочет работать Вместо этого, вместо того, чтобы сделать самые простые шаги. Свет, люди приезжают к нам из других стран, из других стран приезжают люди, из других городов, чтобы услышать, что мы им говорим. Ты понимаешь? И вот человек местный туда-сюда, и не слушай. Это же ее жизнь, не моя. Ну почему так? Все, я могу говорить? Значит. Ну скажи, нет, ну правда. Я думаю, что здесь есть два аспекта. Первый аспект, это аспект, который связан с тем, что человек может ли он, умеет ли он следовать инструкциям. Не все люди умеют следовать инструкциям. И, кстати, нам нужно на входном тестировании иметь тест, насколько человек умеет следовать инструкциям. Это очень важный тест. Вроде бы он делает все, что кажется ему нужным, но в итоге получается, что он тут не доделал, там не доделал. Но при этом он очень довольный. Это часть нашего входного тестирования. Подождите, все правильно. Кажется, что он в своих глазах, что он сделал все, что нужно. Просто потому, что он не может выполнить адекватно 100% следования инструкциям. Это первый момент. Второй момент включается тоже в индивидуальных особенностях. Я думаю, знаешь, что не все люди легко идут на интервью. Я знаю море людей, которые прекрасно работают, у которых нет никаких проблем с тем, что они в состоянии выполнить работу. Но на интервью, когда у них настолько внутреннее содрогание, страх какой-то. Ты имеешь в виду интервью или вообще поиск работы? Поиск работы и интервью в частности, которое предстоит. Что они внутренние, то я думаю, что происходит какой-то психологический конфликт. Что они внутренние, у них внутренний саботаж естественный. Делать что-то еще, как им кажется в этом же направлении. Но с тем, чтобы как можно дальше оттянуть вот этот выход на маркет и так далее. То есть те люди, вот этот вот парень, которого ты привел пример, наверное, он легко проходит интервью, никаких проблем у него с этим нет. А она боится. Это, знаешь, венец безбрачия мне напоминает. То есть женихов отталкивает. Да, да, да. И это делается на подсознательном уровне, просто потому что ей, допустим, страшно переступить это. И мы говорим здесь, ну, возвращаемся к выходу за комфорт-зону. Не каждый человек, да, может делать те вещи, которые ему делать некомфортно. Вроде бы он даже говорит, да, я согласен, да, я буду, когда ты его берешь учиться. Он говорит, я буду. А когда ходит до дела, не получается. Знаешь, Света, я когда-то начала говорить, я вспомнил очень смешную историю, как была одна девочка из Индии. Она раза три брала тест вступительный, там, в спириреуме в месяц, и никак не могла сдать тест. И пришел ее муж и говорит мне, говорит, Майкл, да у нее мастерс декрет в компьютер-сайенс, она не может провалить ваш тест примитивный. Говорит, у вас там тест-то три копейки. Говорит, что она может провалить? А там был вопрос именно на последовательность действий. И она никак не могла. Не дочитывал до конца, бывает. Не знаю, не получалось. Я говорю, пойми, она не может инструкцию выполнять по шагам. Он говорит, это совсем другое тело. Говорит, да. И смеется. Но на самом деле, многие люди этим страдают. Кто-то недочитывает, проглатывает что-то и пропускает какие-то конкретные вещи. Кто-то просто не в состоянии выполнить это. Свет, ты тестером работал много лет. Человек может быть тестером, если он не в состоянии следовать по шагам, скажи. Вот тест-кейс выполнять как? Ты понимаешь, с одной стороны, все-таки тестером работа она более-менее творческая. Ты так повернули, так повернули. Твоя задача баги найти, написать инструкции какие-то. И мы знаем, что всех багов никто никогда не находит. И написать тест-план, так у тебя там будет не 100% покрытие, а 80% покрытие. И поэтому, конечно, он может работать. Сказать, что он будет перфект тестером, нет. Нет, так ее хвалили. Нет, ну подожди, но ее хвалили на фоне других. Это же все относительно, а не абсолютно. Если бы сказали, что соответствует ли она 100% позиции, на которой она работала. Неизвестно, но подожди с другими, но она на айфоне выглядела как бы ничего. Но все-таки, давай ведь вот это. Смотри, дело ведь не только в том, чтобы исследовать инструкции. Дело в том, что из разных источников информации, вот у нее есть то, что я говорю, и есть то, что еще кто-то ей говорит. И то, что говорит кто-то, кто не отвечает ни за что, кто не знает ничего, иначе бы он сказал, иди так, Миша, он тебе объяснит. Нет, он какой-то человек, абсолютно безответственный, некомпетентный, ей что-то говорит. И она вместо того, чтобы прийти ко мне, который 20 лет этим занимается, вот в обыске 20 лет, и вместо этого она считает, что тот ей правду, говорит, а я что ее обманываю? Ну так бывает, люди под стрессом находятся, и они слушают других людей, думают, ой, а мне там не так сказали. Ой, а они что-то там лично про меня? Она не думает, например, что я не правду, говорит, нет, она так не думает. Она думает, ну, слушай, там столько народу, я же уникальная, да, вот для всех годится такой путь, а я-то какая-то особенная. И может быть тот путь, который там предлагается, мне не годится, может быть, вот я такая другая, вот мне нужно обязательно еще и automation добавить. А я им всем говорю, каждому, я говорю, 10% ты отклонишься, отклонишься от того пути, который мы тебе даем, 10%. Ты потеряешь 90% своих возможностей, своих упаковок. Люди вот этого не понимают, знаешь, я думаю, в чем дело, знаешь, я думаю, что, понимаешь, как, есть люди, которые вот по своим внутренним задаткам, да, они, я не хочу это назвать словом целеустремленные, нет, я хочу сказать, что у них есть какая-то вера. Вот они пошли за тобой, они преданы тебе до глубины души, и все, что ты им сказал, это как вот Господь Бог им велел, и они следуют. А есть люди, у которых есть сомнения, знаешь, творческие натуры, он тут одного послушал, тут другого, и где-то до 100% он не твой последователь. Света, я тебе понимаю, я сам не очень хороший ведомый, понимаешь, у меня сразу начинает там в голове шебрушать, я думаю, а тут, а там, а здесь, я тоже не очень. Но, понимаешь, есть экстремальные ситуации, вот когда, например, в джунглях пожар, да, и звери бегут к воде, тигр не жрет антилопу, понимаешь, он меняет свое обычное поведение на поведение в экстремальной ситуации. Мы же в экстремальной ситуации. Это все правильно, но человек должен поднапрячься. То есть эта девушка, вместо того, чтобы выйти за свою комфорт-зон, и пойти на рынок, и вывезти резюме, и проходить интервью, чего она, видимо, панически боится, она принимает более легкое решение пойти на халяву, на то самое, на... Какое она легкое, но тяжелейшее решение, потому что она потом, она потом не сможет то, что она сейчас может. Она-то этого не понимает, она-то этому не верит, она-то думает, вот я сейчас в классе посижу, стану такая умная, что пойду и найду работу, а на самом деле это совсем не так, абсолютно. Но, еще раз, у каждого свой путь, и дело в том, что лучше учиться на ошибках других людей, да, и мы уже знаем очень много, много примеров, поэтому тот путь, который ты предлагаешь, он уже собирательный, этот путь уже прошли много людей, ты знаешь, как. Если у человека есть персональное недоверие, если он не в состоянии следовать твоим инструкциям, то у него есть два варианта. Значит, первое, он потерпит поражение просто потому, что он не может, не следует инструкциям и не хочет собраться, да? А второе, может быть, он настолько умный, что он изобретет свой собственный путь и все-таки проскочит, ведь мы же знаем, за всю нашу историю, за 20 лет, что были люди, которые скачали с тестированием всяких классов. Конечно. Ну, то есть, они в состоянии были сами пойти, освоить своим путем, пройти, мы им резюме не писали, пошли освоить. Поэтому у этого человека есть две возможности, либо, значит, потерпеть вязко, да, либо все-таки пойти каким-то своим путем, не таким, как ты говоришь, либо третий путь, пойти таким путем и получить успех. Я тебе скажу, такое вещь, есть люди, которые обучены движению по правильному пути, по успешному пути. Есть люди, которые естественным образом, в силу каких-то талантов, в силу, я не знаю, чего, идут правильным путем без того, чтобы кто-то ими руководил. Так? Нет, но все люди, да. А есть люди, которые идут неправильным путем, либо сами идут неэффективным путем, который никуда не ведет. Есть люди, которые, ты их учишь, а они все равно идут неправильным путем. И то, что кто-то, может, интуитивно или там в силу одаренности какой-то идти своим путем успешно, это не значит, что если идти заведомо неуспешным алгоритмом, мы же видим, как она это делает. Это же заведомо неуспешный алгоритм. Нет, ну все правильно, но человек будет пожинать то, что он посеял, да? То есть, если все, что он делает, идет не в латвов попал, значит, будет такой результат. Это очень печально, потому что, на самом деле, потерять время... Дело в том, что, когда человек идет на интершек, он упрямляет некоторый темп. Вот так, темп, темп, темп. Он вскочил уже на подножку трамвая, и он уже находится в вагоне, он уже едет. После этого перескочит с одного вагона в другой уже пара пустяков. Если она соскочила с этого трамвая, время идет, а она сидит в классе, снова занимается шкалярством каким-то, уже она снова на остановке, и вскочить в следующий трамвай, это так же сложно, как вот... То есть, мы даем темп вот темп этим интершипами. Это на самом деле, если так посмотреть в перспективе, это далеко не единственный и не первый случай того, что человек уже после интершипа не пошел на маркет. Он говорит, просто не пошел, а пошел куда-то в сети кауч, там еще какие-то классы, еще берет, и что. Может быть, действительно, это зона комфорта. Конечно. Я только формулирую, вот не так, как ты говоришь, что человек должен выйти из своей зоны комфорта. Я называю, человек должен включить в свою зону комфорта какие-то новые вещи, которых там пока нет. Например, он должен включить в зону комфорта поиск работы, операции на маркете. Нет, неправильно ты говоришь. Дело в том, что выход за зону комфорта, он потому и называется выходом, что это некомфортно. А когда ты говоришь автоматически включить, то сделать неприятное приятным. Светик. Но оно неприятное, его надо преодолевать, ты его не можешь делать приятным. Если ты всю жизнь жила с мамой, а потом выходишь замуж, может быть, тебе не так комфортно со свекрухой в одном доме, когда... Ну, послушайте, ты тогда никогда замуж не будешь, правда? Правильно, нет, так послушайте, конечно. Может быть, тебе некомфортно рожать ребенка, или сейчас, когда там врач, там ножик, там еще что-то, и там как-то все происходит. Ну, тогда у тебя детей никого не будет. Потом о чем ты говоришь? Нет, ну а что мы убеждаем, что не нужно выходить? Конечно, нужно выходить за зону комфорта, но у людей под спутном. Где-то существует, наверное, какой-то в голове барьер такой, что вместо того, чтобы идти и активно искать работу, они предпочитают здесь класс. Это ерунда полная вообще. У меня, понимаешь как, у меня на самом деле есть некоторая дилемма. Теоретически, если она там зарегистрировалась на класс, как положено, по порядку, то ходи на здоровье. Но вопрос же, в общем, я боюсь, что когда приходит человек в класс, там еще много народу, они там как-то общаются. Он морально разлагает тех, кто вокруг него. Я же в ответе за них, за всех, понимаешь, приходит человек, который им говорит, если ты не знаешь Atomation, у тебя не будет, ты не можешь найти работу. Но понимаешь, это же бред, это деморализует людей. Я видел несколько ситуаций, когда были очень энергетические такие сильные люди, которые грохнули несколько групп. Никто вообще работает? Если я видел что-то такое, вот негатив такой, я просто их отчислял, я бы говорю, вот твои деньги уходили. Понимаешь? Не, если бы ты сейчас знал, кто это сказал и советовал в таком месте. Нет, наверное, это кто-то советовал, кто уже не в школе сейчас. Ну, я не знаю, они же там большие массы людей, это же не то, что там, те, кто прямо сейчас тут, нет? Да, в общем, не знаю, у меня не укладывают. Свою голову другому человеку не поставишь, вы темпераменты, свое понимание другому человеку. Мы же договариваемся. Ну, еще ничего туда можно спасать, все люди разные. Все пасуют, одни в бой идут, ноу-метр вот, а другие бегут обратно, зная, что их там будут порасстреливать. У каждого свой путь, у каждого свой путь, и каждый выбирает себе сам этот свой путь. Что мы должны, вот мы что должны делать. Несет, каждый несет ответственность за себя, ты видишь, полицейские. Мы как ответственная сторона, как должны к этому относиться? Мы должны относиться так, что мы не боги. Если человек не следует инструкции, значит, он берет ответственность на себя, вот и все. Мы не берем ответственность за людей, которые не выполняют инструкции. Это нужно понимать, что-то такое. Я не знаю, что-то. Не надо переживать за таких людей, они приняли решение свое, они думают, что они все делают правильно, Бог им в помощь. Да, столько труда, понимаешь? Ну, ничего не сделаешь, ты же свою голову не поставишь в своем правильном. Нет. Ну, ладно, вот, в общем, такая вот история. Я хотел, чтобы мы побеседовали на эту тему, потому что, ну, как бы мы два более-менее уже умудренных жизнью человека, потому что нам по возрасту положено. Дело не только в этом, дело в том, что я была контрактором, я сменила очень много в этой самой позиции, и ходила искала, но мне как-то это не так сложно давалось. Я легко шла на интервью, я легко находила... Свет, ну, первая работа тебе тоже легко доставалась? Нет, они доставались не легко, и, конечно, чем дальше, тем это было легче. Ну, ой. Да, это самое, но как-то я могла это преодолеть, конечно, мы все преодолели, а кто-то, я знаю, уже дал на интервью. Ты же, ну, знаешь, на такие примеры, что как только интервью человек рыдает, и не может идти. Да. А кто-то вот только приехавший, вроде бы и английский, ничего, и все, а потом приходишь, говорит, ну, расскажи о себе. Он говорит, my name is такой-то. Это самое... То есть это комфортно. Ну, безусловно, люди, которым сильно приспичило, они гораздо, как это называется, люди, которые голодные, да? Они, конечно, гораздо, ну, с большей вероятностью будут делать правильные вещи, даже если им тяжело, неприятно, и так далее. Ну, они будут делать все деваться. Да, ну, может быть, действительно, чем-то так хорошо. Да. Всем не так хорошо, такое нормально. И самое главное, что, понимаешь, как, ну, невозможно осчислить всех, у людей, у каждого свой ход. Если он делает то, что он делает, и доволен до соплей, что он делает все правильно, а ты считаешь, что он делает неправильно, тут ничего изменить нельзя. Нет, я доволен в той мере, в какой человек сам доволен. То есть если он сам доволен, то нет проблем. Но если он говорит, если он говорит, я ищу работу... Нет, ну, правильно, но он сделал все, что мог, я ищу работу, а ты смотришь и видишь, что резюме не апдейтнуты, и она не делает этого, ну, ссоришь, что же делать-то? Ну, значит, тогда в его понимании, в его системе координат, его действия правильные, адекватные. Да. Ну, ладно, я думаю, что мы уже так, вроде так, по кругу пошли, да. Я просто хотел, еще раз я возвращаюсь к тому, что я говорил, что мы, того, как два человека, которым по должности и по возрасту положено быть разумными, мы побеседовали... Призываем, призываем, да. Призываем, да. И на самом деле я это рассказываю просто, чтобы ребята, которые нас смотрят, те, кто помоложе, и те, кому предстоит в жизни преодолевать какие-то еще трудности, чтобы они, как сказать, не отклонялись от пути. Вот в экстремальной ситуации, в экстремальной, когда что-то зависит от того, что ты делаешь, и зависит от точности того, что ты делаешь. Понимаете, от точности... Ну, понимаете, вот одно дело, ты, не знаю, там, канал копаешь лопатой, там одна точность, а другое дело, ты, допустим, вытачиваешь там деталь на токарном станке для, не знаю ты чего, там, для точной механики какой-нибудь, там на микронный счет идет, на десятые доли микрона. Там же лопатой же невозможно. Поэтому у всего свой инструмент и своя методология. Поэтому не получается лопатой по точной механики. Ладно, счастливо!